Добро пожаловать на нашу передачу. Меня зовут Рик Реннер, и я очень рад встрече с вами. Мы начинаем новый цикл программ «Неизвестные факты пасхальных дней. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». Я провел подробнейшее исследование четырех Евангелий в поисках фактов, о которых мне никто никогда не рассказывал. Эта программа стала результатом моих поисков, неизвестных мне ранее фактов о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа. Мне удалось найти настоящее сокровище. Не пропускайте эти программы. Многие из находок оказались настолько важными, что я отправился в Иерусалим, чтобы записать там вступление к программам. Например, некоторые из передач начинаются в Гефсиманском саду. Мы побывали в Гефсиманском саду, около грота, у той самой пещеры, где Иисус был арестован. Мы отправились ко дворцу Понтия Пилата в Иерусалиме, где Иисус был судим и послан во дворец Ирода. Там мы тоже побывали. Ирод не знал, что делать с Иисусом, отослал его обратно к Пилату, и мы последовали за ним. В конце концов, мы оказались в храме Гроба Господня и сняли сюжет прямо возле колонны, где Иисуса били плетью. Потом мы побывали на Голгофе. Это историческое место, где, как установили еще в III веке, был распятый Иисус. И, наконец, мы были в самой гробнице. Смотритель храма Гроба Господня открыл для нас двери церкви и оказал нам всяческое содействие при съемках. Он отвел нас в гробницу и разрешил вести съемку там. Получилась прекрасная многосерийная программа. Я хочу отвезти вас туда, где вы никогда не были. Я хочу открыть вам в Писании то, чем, возможно, никто и никогда не делился с вами, неизвестными фактами о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа. И каждая серия очень интересна. Не пропустите ни одной. Итак, давайте начнем. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реммером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Сегодня я поговорю с вами о предательстве. Вас когда-нибудь предавали? Вы знаете, сколько боли это может принести? Возможно, вы сами в прошлом оказались виновны в предательстве. А как становиться предателями? Как вообще возможно, чтобы тот, кому вы доверяли, стал вашим врагом? Вы думали, что можете доверять человеку, а он обратил конфиденциальную информацию против вас. Каким образом дьяволу удалось проникнуть в отношения? Как становятся предателями? Мы поговорим об этом, взяв за основу историю Иисуса, приведенную в Евангелие от Иоанна. Это очень интересно. Данная программа стала частью цикла аудиопрограмм из 25 частей «Неизвестные факты пасхальных дней. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». На обложке написано «Новый взгляд на известную вам историю». Потрясающий материал. К данному циклу прилагается замечательное пособие, включающее разбор греческих слов, их определение, тезисы, принципы. Вы узнаете об исторических фактах, смес событий в Иерусалиме. Я убежден, что благодаря этой программе вы по-новому посмотрите на смерть, погребение и воскресение Христа. Этот материал подходит для самостоятельного изучения. Если вы наставник для кого-то, надеюсь, что это так, то наша программа будет хорошим инструментом для обучения один на один или в домашней группе. Мы также предлагаем скачать бесплатно ознакомительную версию книги «Заплачено сполна». Я написал ее на основании собственного исследования событий, происшедших во время распятия и воскресения Иисуса Христа. Я обнаружил для себя очень много нового и включил свои находки в эту книгу. На обложке написано «Новый взгляд на известную вам историю». Я думал, что уже знаю обо всем, пока досконально не начал исследовать Евангелие и находить то, о чем я раньше никогда не слышал, и никто мне об этом не рассказывал. И поверьте, я совершенно по-новому пережил те пасхальные события, когда Иисус был убит, погребен и воскрес. И если хотите прочитать больше, чем всем известную старую историю, скачайте эту книгу. «Заплачено сполна». В ней вы найдете то, что никогда раньше не слышали. Сегодня я буду говорить с вами о боли предательства. Я буду обращаться к своим заметкам, потому что очень хочу поделиться многим. И ничего не упустить. Очень больно, когда вас предают. Вам это знакомо? Если вас предавал друг или даже член семьи, когда вас предают, возникает ощущение, что вам вонзили в сердце нож и стали его там проворачивать. Это действительно больно. Особенно, когда вас предает близкий человек, или тот, кого вы искренне любили, или кому вы доверяли. В такие моменты вы испытываете потрясение и думаете, «Как этот человек, именно этот человек, из всех, кого я знаю, как этот человек, которому я помогал, кого я любил, с кем я молился, с кем я провел столько времени, кого знал многие годы, кого считал близким, «Как мог именно этот человек так вероломно поступить со мной?» Это очень важный вопрос. Как люди становятся предателями? Конечно же, когда мы размышляем об этом, многим из нас на память тут же приходит Иуда Искариот. Он был доверенным лицом Иисуса, козначеем его служения. Иуда постоянно находился в ближнем кругу общения Иисуса. Будучи козначеем, он, вероятно, каждый день имел доверительные беседы с Господом. Они часто и довольно близко общались, обсуждая финансирование и принципы работы служения. Иисус постоянно работал с Иудой бок о бок. Иуда не был человеком со стороны. Иуда находился внутри круга общения и круга доверия. И следует знать, что когда происходит предательство, дьявол обычно использует близких людей. Это почти обязательное условие для любого предательства. Именно таким человеком и был Иуда. Он был допущен в узкий круг доверенных лиц Иисуса. Он был не просто одним из двенадцати. Он был ближе, чем многие из прочих учеников. И именно его сатана соблазнил предать Иисуса. Меня предавали несколько раз, и главным уроком для меня стало правильное отношение к предательству. Если сосредотачиваться на предательстве и доставленной боли, вы уйдете в себя, оцепенеете. Вы будете жить болью. Еще много лет назад я усвоил, что если кто-то предает меня или предает наше служение, значит, что-то было не так с мышлением этого человека. И предатель тоже жертва. Жертва предательства становится не только тот, кого предали, но и сам предающий. Сатана каким-то образом проник в его мысли, в его эмоции. Разум, чувства и эмоции этого человека и его логика попали под влияние некой внешней духовной силы, которая оказала на него воздействие и исказила его представление обо всем. Много лет назад я понял, что если я буду воспринимать предательство так, то смогу проникнуться состраданием к предавшему. У предателей неправильное мышление. У них искаженное представление о верном и неверном. Что-то отрицательно влияет на них. И если бы у них было правильное мышление, они бы так не поступили. Они делают то, что делают, потому что сами стали жертвой злых духовных сил, искажающих их восприятие окружающего мира. Они могут обидеться на что-то и теперь смотрят на все через призму своей обиды. Когда человек притыкает, то он словно надевает очки, из-за которых он начинает замечать плохое в тех, кто ему не нравится. Он внезапно перестает видеть хорошее в людях, даже если он трудился с ними многие годы, общался долгое время, был в достаточно близких отношениях. Он неожиданно начинает видеть исключительно плохое в них. И это признак того, что дьявол действует в разуме. Дьявол пытается воздействовать на эмоции, на то, как человек воспринимает окружающую его действительность. И нужно помнить, что слово «сатана», «сатанус», означает «обвинитель». Когда дьявол действует в разуме человека, тот внезапно становится обвинителем. Он уже не может разглядеть ничего хорошего в другом человеке. Скорее, наоборот, он видит в нем лишь плохое. Если вы понимаете, что вас одолевают подобные чувства, вы должны остановить их, взять власть над собственным разумом и мышлением, потому что дьявол пытается пробраться в ваши мысли и превратить вас в предателя. Так люди становятся предателями. И сегодня я приведу несколько примеров из Писания. Помню, как на заре нашего служения я обнаружил в себе уникальную способность выявлять потенциальных предателей. Мне удалось помочь многим пасторам. Бывало, я говорил какому-нибудь пастору, «Будьте осторожны с этим человеком, он может вас предать». И однажды я спросил Господа, «Почему у меня эта уникальная способность определять предателей?» Я никогда не забуду, что Дух Святой ответил мне, «Потому что ты сам такой». Рыбак рыбака видит издалека. И в тот же момент Дух Святой обличил меня и показал мне, как я в свое время совершил предательство. Я сам был таким. Однажды один служитель, который был намного старше меня, принял меня в свое служение. Я был молод, образован и, по правде говоря, очень умен. Мне очень хорошо давался греческий язык. Однако я был весьма неопытным и юным. Этот замечательный, видный пожилой человек заметил меня, отнесся ко мне с любовью, поверил в мой потенциал и решил, что вложит в меня всю свою жизнь. И это было прекрасно. Я помню, как мы встречались каждое утро в половине шестого, и он наставлял меня. Говоря «каждое утро», я имею в виду «каждое утро», и в 5.30 утра ежедневно он ждал меня. Подумайте, этот пожилой, благочестивый человек, богослов, блестящий, владевший библейскими языками, взял меня под свое крыло и наставлял меня во всем, учил меня оплачивать счета, обвенчал меня и Денис. Он развивал во мне навыки, необходимые для служения. Этот человек буквально вложил всю свою жизнь в меня. И поскольку я постоянно был рядом с ним, я начал сиять. Люди стали замечать меня, а я начал думать о себе слишком много. Я решил, что из-за моего величия ко мне приходит признание. На самом деле, люди обращали на меня внимание, потому что он, другой служитель, обратил все свое внимание на меня. И если бы он не заметил меня, никто бы обо мне не знал. Никто бы не знал о моем существовании в той церкви. Но поскольку он уделял мне свое внимание, я начал сиять, а люди стали замечать меня. Попав в ближайшее окружение того служителя, я обнаружил в нем некоторые вещи, которые мне не понравились. Порой он мог быть грубоватым, неблагодарным, непризнательным, требовательным. И когда я начал подмечать изъяны в его жизни, дьявол заставил меня зациклиться на них, на его недостатках, и я приткнулся. Человек, которым я раньше восхищался, за которым верно следовал, с которым жаждал встречи каждое утро в 5.30, вдруг предстал предо мной в новом свете. И поэтому теперь я могу сказать, что знаю, о чем говорю. Я перестал замечать что-либо хорошее в нем. Я лишь видел, что он неблагодарный, излишне требовательный и жестокий человек, который только и умел, что раздавать приказы направо и налево. Все, что когда-то восхищало в нем, исчезло, исчезло внезапно, и я видел только его недостатки. Дьявол начал действовать во мне и посеял семена предательства в мое сердце. А я даже смог оправдать то, что я сделал, и во что поверил. Я поверил, что должен разделить ту церковь. Я был убежден, что призван увести ищущих Бога людей от этого, в кавычках, ужасного и подлого мужа Божьего. Я должен основать новую церковь и, конечно, возглавить ее. Ведь только я мог стать прекрасным, добрым пастором, в отличие от того предыдущего. Я просто поддался обольщению. Как известно, обманутые часто думают, что поступают правильно, и я был убежден в своей правоте. Я мог оправдать все свои действия. Я настолько заблуждался. Я поддался обольщению и причинил тому служителю очень много вреда, много боли. Я нанес большой ущерб его церкви. Но если бы я был в здравом уме, то я бы никогда так не поступил. Рик Реннер не такой. Рик Реннер так не поступает. Это был просто юный Рик Реннер, чье мышление оказалось под пагубным влиянием злых духовных сил. В период становления моего служения Господь сказал мне, «Ты не сможешь возрастать, пока не восстановишь свои отношения с тем слушателем». Господь потребовал, чтобы я отправился к Нему и попросил у Него прощения, принес Ему свои извинения и оказывал Ему поддержку до конца Его дней. Так я и поступил. В конце концов, Он стал моим другом на всю жизнь. Я любил Его, уважал Его и с большим удовольствием поддерживал финансами Его и Его служения, пока Он не пошел на небеса. Но я должен был восстановить свои отношения с Ним, разобраться с этой проблемой в своей жизни, прежде чем я смог двигаться дальше. Господь так и сказал мне, «Ты не сможешь возрастать, ты не будешь благословен, пока не вернешься к началу и не удалишь то недоброе семя, которое ты посеял в собственное будущее». Возможно, Бог потребует от вас разобраться с тем, что вы сделали в прошлом. Давайте еще немного поговорим о предательстве. Дьявол с самого начала был разрушителем отношений, с начала времен. Мы знаем, что Адам предал Бога. Мы знаем, что Каин предал Авеля. Мы знаем, что Авесолом предал Давида. Список подобных примеров очень длинный. Ничего удивительного, ведь с самого начала дьявол занимался разрушением взаимоотношений. Он, дьявол, обманным путем внушает человеку чувство обиды или обмана, потом заставляет человека социклиться на том, с чем он не согласен, и, наконец, он сеет разделение между лучшими друзьями, а порой между членами семьи. Всегда помните, сатана был изгнан с небес из-за своей способности сеять смуту, раздоры и расприи. Никогда не забывайте об этом. Перед изгнанием он занимался разделением, он сеял смуту, раздоры, расприи. Ведь небеса – самое совершенное место, и даже в таком совершенном месте ему, сатане, удалось совратить треть ангелов, клеветой и обвинениями в адрес Бога. Подумайте об этом. Ему удалось обмануть ангелов. Ангелы стояли плечом к плечу, поклоняясь Богу Вечности. Но, когда Люцифер окончил свою агитационную речь, ангелы разделились, ополчились друг против друга. Небеса охватилась умятица из-за клеветы и обвинений. Если дьяволу удалось убедить ангелов, которые обладали блестящим интеллектом, великой мощью, то представьте, насколько проще ему обольщать людей, которые постоянно борются со своими эмоциями и чувствами. Дьявол – настоящий профессионал по созданию конфликтов, раздоров и расприи. Он знает толк в разделениях. Он специалист в этом. В Евангелиях мы находим яркий пример того, как дьявол может совершить подобное. Это история Иуда Искариота. Иуда соблазнился. А какую зацепку использовал дьявол в душе Иуды? Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна 12, с 1 по 8 стих. Послушайте, что сказано в Библии. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. 2 стих. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. 3 стих. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, сколько стоило это вещество? Его цена равнялась годовому доходу. Оно было очень дорогим, поэтому сказано, что оно было драгоценным. И она помазала ноги Иисуса, и вытерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего было не продать это мир за 300 динариев и не раздать нищим?» 6 стих. Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Он был казначеем в служении Иисуса. Теперь посмотрим 7 стих, где Иисус отвечает Иуде. Помните, что Иуда спросил, «Зачем такая напрасная трата?» Он выразил свое несогласие с происходящим. Он решил, что Иисус чересчур расточителен. Иуда выступил против того, что делал Иисус. У него не было такого права, но он начал перечить Иисусу. Он был обеспокоен тем, как Иисус распоряжался деньгами. Он был озабочен тем, какие решения принимал Иисус. И он выразил свое несогласие с Иисусом. Он начал обвинять Господа. «Что мы делаем? Давай лучше продадим мир и раздадим деньги нищим». Иисус же сказал «Оставьте ее». Она сберегла это на день погребения моего. Прочитаем восьмой стих. «Ибо нищих всегда имейте с собой, а меня не всегда». В этих словах истина. Но попробуйте поставить себя на место Иуды. Вы отвечаете за деньги. Временами вы подворовываете, но на вас возложена финансовая ответственность. И вы видите с вашей точки зрения настоящее расточительство. Почему она напрасно тратит мира? Я не согласен с тем, что делает Иисус. Почему Иисус позволяет ей так поступать? Мы же могли бы это продать и пустить вырученные деньги на нужды служения, неразумное распоряжение средствами. Иисус же ответил «Оставьте ее», пророчески сказав, «Она сберегла это на день погребения моего». И добавил, «У вас всегда будут нищие, а я нет». Это тоже была правда. Но если бы вы были на месте Иуды, то как бы вы восприняли эти слова? Возможно, вы бы подумали, «Какое высокомерие? Как ты смеешь так говорить? Что значит, у вас всегда будут нищие? О них можно позаботиться позже, а я не всегда с вами». Как же так? Это стало моментом преткновения для Иуды. Он соблазнился о том, как Иисус распоряжается финансами. Иуда ошибочно истолковал слова Иисуса и решил, что Иисус чрезмерно надменен и не желает заботиться о нищих. Иуда соблазнился, преткнулся. И в этот момент преткновения в его сердце открылось окно, открылась дверь, куда дьявол заронил всеми предательства, откуда мы это знаем. Мы точно знаем об этом благодаря Евангелию от Иоанна 13,2. Прошло некоторое время, Иисус находился в горнице, проводя последнюю вечерю с учениками, омывая многие. И в этой чудесной атмосфере, в этот прекрасный момент, в Евангелии от Иоанна, в 13,2 стихе сказано, «И во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Симонову и Скариоту предать его, здесь употреблено слово «уже», которое указывает на то, что это произошло раньше. Когда Иуда преткнулся из-за действий слов Иисуса? Тогда раньше. И тогда раньше. В тот момент дьявол вложил мысль в сердце Иуды. Слово «вложить» во фразе «дьявол уже вложил в сердце Иуды». Греческое слово «балла» означает «бросать, кидать, забрасывать или вводить». И оно также означает «быстрый бросок», «заброс». Например, «бросок меча» или «камня», «метание острого ножа». Это очень быстрое действие. Евангелие от Иоанна, 13 глава 2 стих можно перевести следующим образом. «Дьявол уже заронил мысль в сердце Иуде Искариоту». Или так. «Дьявол уже запустил мысль в сердце Иуде Искариоту». Или можно перевести так. «Дьявол уже насильно внушил мысль в сердце Иуде Искариоту». Или даже так. «Дьявол уже внедрил план в сердце Иуде Искариоту». Важно понимать, что греческое слово «балла» говорит о том, насколько стремительно действует дьявол. Все происходит с молниеносной скоростью. Когда в сердце Иуда открылась лазейка, дьявол моментально внедрил в него семя предательства. Оно проникло в душу Иуда и стало отравлять его. Вместо того, чтобы пленить свои мысли и разобраться в себе, Иуда начал размышлять о том, из-за чего преткнулся. Точно так же, как я, был не в состоянии разглядеть в своем пастыре ничего хорошего. Иуда начал смотреть на Иисуса через призму обиды, преткновения. Эти размышления попали в питательную среду, внутри его души. Момент соблазна стал открытым окном, через которое сатана заранил семя предательства в сердце Иуды Искариота. А с вами происходило что-то подобное? Удавалось ли дьяволу вложить обиду в ваше сердце? Возможно, такое было с кем-то из ваших знакомых. Что-то подобное происходило? когда вы обвиняете кого-то постоянно обвиняете, ищите недостатки, это указывает на действия дьявола. И вы должны научиться пленять свои помышления, управлять собой. Если вы знаете, что кто-то стал плохо к вам относиться, вам нужно проявить сострадание к этому человеку, потому что его разум, его эмоции подверглись демонической атаке. Ведь если бы этот человек был в здравом уме, он бы никогда так не поступил с вами. И сейчас он, очевидно, находится под воздействием злых духовных сил, которые подстрекают, обманывают и мучают его. Они вносят раздор в ваши отношения. Молитесь за этого человека, проявите к нему сострадание, верьте в его освобождение и прощайте его. Если вами овладеет неприязнь, знайте, что именно этого дьявола добивался. дьявол стремится к уничтожению вас, того, кто вас предал. И если вы позволяете неприязни быть в вашем сердце, неприязнь изолирует и уничтожит вас. Не позвольте этому случиться. Я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. От дворца Понтия Пилата и до самой Голгофы каждый свой шаг к распятию Иисус сделал, думая о вас. Библия говорит, что Иисус умер, чтобы заплатить сполна за наши грехи. В книге «Заплачено сполна» Рик Реннер подробно рассказывает о последних часах жизни Иисуса на земле. Из этой книги вы узнаете о естественных и сверхъестественных деталях встреч и разговоров на пути Иисуса Христа от Гефсиманского сада до Голковского креста. «Заплачено сполна» «Заплачено сполна». История и делится новыми фактами и размышлениями о том, что происходило в сердце Иисуса, какие душевные страдания Он испытывал в свои последние дни на земле. Скачайте на сайте igc.org Это поможет вам стать духовно сильнее, обрести ценные библейские исторические знания. Вы по-новому познаете силу Голгофского креста и план Божьего прощения. Воспользуйтесь нашим специальным предложением. Зайдите на наш сайт igc.org и скачайте эти материалы уже сегодня. Прежде чем мы завершим сегодняшнюю передачу, я хочу напомнить вам, что дьявол сеет семена предательства в сердце человека. А как становится предателем? Давайте сделаем краткий обзор. Во-первых, сатана всегда ищет подходящее время, чтобы превратить друга или члена семьи в предателя. Обычно он использует момент, когда человек устал, утомился, и тогда он наносит свой удар. Зачастую дьявол нападает, когда человек не согласен с чем-то увиденным или совершенным и притыкается из-за этого. В результате такого преткновения в человеке пробуждается обвинитель. На него словно надевают новые очки, которые позволяют видеть только плохое в другом человеке. До этого момента он любил, восхищался, хотел проводить с кем-то время. Но теперь, глядя через призму обиды, преткновения, он видит только плохое. И это свидетельствует о том, что сатана-обвинитель воздействует на разум эмоций. Это говорит о том, что жертвой является сам будущий предатель. Дьявол подвергает нападкам мысли, эмоции, и потом превращает человека в предателя. В итоге друзья, коллеги и даже члены семьи, которые когда-то находились в искренних отношениях, становятся врагами друг к другу. При этом больно становятся всем. В этом цель дьявола. Нужно знать, как он действует, чтобы суметь остановить его, когда он попытается повлиять на вас. И эта передача стала частью цикла аудиопрограмм «Неизвестные факты пасхальных дней. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». В ней 25 частей. И вы также можете скачать бесплатно ознакомительную версию книги «Заплаченность полна. Важнейшие факты и истинные страдания Христа». Отец Небесный во имя Иисуса, я молюсь за каждого друга, который подвергается искушению стать предателем. Молюсь о том, чтобы он осознал, что дьявол делает с его мыслями и эмоциями, и я молюсь за тех, кто пострадал. Пусть они отпустят своих врагов, тех, кто причинил им боль, пусть простят. Отпустите их и живите свободно во имя Иисуса. Спасибо, что были со мной сегодня. Время пролетело быстро. Далее поговорим о том, что делать, когда страдает душа. Мы с пользой проведем время. Помните, о чем говорится в книге Клисиаста 8.4, где слово царя, там власть. И пусть сила Божьего слова действует в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров